здравствуйте это канал максимадзе и мы продолжаем следить за историей развития игры hello neighbor с 1 hello neighbor и сегодняшние сегодня у нас выпуске это бета бета-1 и бета-2 сразу две беты они один они очень похожи друг на друга и сравнивать и сравнивать их будет довольно просто чтож во-первых менюшка здесь как в альфе 4 собственно говоря язык также есть русский нажимаем новую игру и мы видим новую заставочку во-первых сразу же уже заметно нету этих замочных скважин на дверях непонятно почему но появилась новая заставка уже здесь короче прилетела письмо из двери я попытаюсь я постараюсь подробно рассказать про эту бету а затем давайте я включим русский язык после нажатия new game почему-то сразу же назад ставится английский и почему не поменялся во первых обратите внимание на шрифт тут самый обычный шрифт такой ровный не никаких корявых этих букв все ариэл вроде называет этот шрифт и мы появляемся в этой квартирке да это первая версия в которой мы можем появиться в которой у нас есть возможность погулять в этой квартире в альфе 4 можно было увидеть тоже эту квартиру но только в сценках а здесь мы даже можем по них походить во-первых удерживайте я чтоб подобрать собственно говоря некоторые тени и световые эффекты тут то изменены в отличие от альфы 4 до написано на русском языке где переставлены буквы все но написано именно уже письмо пропало что он типа неуплата налогов нас выселяют отсюда здесь висит картина с домом соседа что намекает что должно намекать на то что главный герой является рот ну вроде родственникам соседа по его наконец-то русский язык появился найти чемодан найти ключ положите ключ чем а до чем а до найти дом открыть дверь и занести вещи в дом до ключ долго искать не придется он здесь лежит положите ключ чемодан сначала надо найти чемодан вот и все финальные версии никакой колючей вроде не надо искать берешь этот портфель и сразу же это он сам собирает вовка цене так во первых текстуре бинокля изменилась а стала менее реалистичной и к сожалению ой я забыл какую тут воздействовать уже сейчас на бинокль как вы видите в этой версии еще не доработан потому что потому что вот этот кусок справа мешает сильно носло но к счастью позже это доработали мы видим ту же самую сценку что и в альфе 4 ключ там остался на полу вот идет у нас здесь обучение которое очень похоже на обучалку из альфы 2 добавили в этой быть такое вот обучение вот так в отличие от альфы 2 мы можем прыгать как вы видите почему-то автомобиля главных героя нету дверей боковых дверей да и x и да кстати автомобиль главных героев стал вот так его выглядеть вот так так если раньше он выглядит реалистично и то теперь он выглядит вообще вот так не реалистично да это дом соседа но он как вы видите здесь нету надстроек всяких железной дороги и так далее выглядит больше на на обычный дом выглядит но как и но как можно заметить тут еще недоделки все равно вот остались текстурки висящие и так далее можно посмотреть в окна и убедиться что все двери закрыты и и стекла заколочены на второй этаж проход есть ну а нас ждет взять ключ в отличие в альфе 2 был был листок с инструкция здесь не а здесь просто это текст чемодан чемодан буквы не хватает также от точно также открываем дверь и он также тянет доски и руками утерет прям как в альфе 2 там тоже самое было да он упаковал еще и траву кстати есть один прикол дверь багажника вау как катапульта срабатывает она она прикосновенно главного героя в третьей бете она это исправили она стала неприкосновенна жалко что это исправили было довольно прикольная интересная фишка так и просит нас занести вещи туда но прежде чем это сделаем давайте посмотрим что тут вообще есть ключ карта уже заморожена почему-то можно найти отмычку там но она ни для чего не нужна в этом случае пока да нету замочных скважин как видите ну ладно герой все равно туда заглядывает дверь все двери закрыты а туда нет прохода ну давайте заносить вещи подвал двери не открывается и еще что-то одно нам надо притащить нет еще не все ладно еще стул перетаскиваем тогда вышла кстати эта версия 25 июня 2017 года забыл сказать про это открыл он эту дверь и упал в омрак насколько я понял появляется сосед надстройки вот эти все и обучалка продолжается только почему-то там английский язык Убираем дверь Уйти, уходить нам отсюда некуда Куда бы мы не побежали, нас поймает сосед Смотрите, что есть с дверью-то такое Сосед услышал, как скрипит дверь В подвал зайти мы не можем, если мы туда зайдем Сосед нас сразу же поймает Можно спрятаться в шкаф, и мы можем увидеть, как сосед заколачивает дверь Но сосед в любом случае нас поймает Это что такое? Как он тут оказался? Да, кстати В этой бете появилось много багов Очень много багов Цель этой беты была вообще в том Чтобы показать вот эту новую обучалку И вот эту предысторию всю Такие вот дела А что он, кстати, не прыгает? Он не прыгает Я нажимаю на пробел, он не прыгает Сосед на... А, все, разбагался сосед Только я до сих пор не могу прыгать А, вот теперь могу Ооо Поправили баг с дверью Дверью в доме соседа Когда можно подойти так близко, что можно увидеть, что за ней находится Также изменился, кроме бинокля, еще внешний вид фонарика поменялся Как я уже сказал, автомобиль Ооо, а вот двери появились, кстати Багажник теперь не скрывается А вот у соседа вот тоже автомобиль Посмотрите, какой автомобиль Только вот нету дверей у багажника и боковых дверей Также Вешалка какая-то там Я просто фандомик читаю Вешалка поменялась Появился вот такой вот домик у главного героя Если в Альфе 4 был дом, в который зайти было невозможно Маленький такой То здесь уже реально дом И который очень похож на ту квартирку, в которой мы были в начале Даже дверь та же самая Но двери закрыть тут нельзя Ну и да Здесь такая же кухня, но здесь есть пустая комната В ней кусок дерева торчит Можно так же обойти Но здесь нету ничего Абсолютно здесь окна есть Но непонятно для чего А не потому что здесь эти окна не найдешь Далее у нас тот же самый геймплей идет, что и в Альфе 4 Но, как я уже сказал, здесь много багов Багов настолько много, что невозможно пройти эту игру И я постараюсь Парадемонстрировать некоторые баги Он уже поставил капкан здесь Зараза какая Блин! Проскочить хотел, ну ладно Так, ладно, нам надо как-то Да, дверь немножко отходит Отсюда, ой Появилась вот такая фишка Можно включить плиту Только на ней горит огонь Как будто плита неисправна На ней горит пожар Пожар тут начался Но это было исправлено позже Вот так теперь выглядит фонарик План уж пусть ловит Я должен продемонстрировать некоторые баги Вот самый Один из самых бесячих багов А, он на улице Можно спокойно идти туда Фонарик нам не нужен Так, нам надо Открыть дверь сначала Чтобы это сделать Нам надо попасть вон туда Но перед этим Взять вот эти картины, например Которые помогут нам для того, чтобы Попасть в рычаг Так, отлично С первого раза допрыгнули Пробуем теперь Блин Я боюсь, что эта картина забагать мне может Не получилось Вот, со второго раза получилось Только мы тут застряли теперь Ну, на самом деле не застряли Мы просто выбиваем это стекло И что-то я не пойму Почему так тормозит все Давайте-ка не полезем сюда Пока сосед тут А то мало ли что Хотя в целом сосед сюда не попадет Блин, дурацкие картины Вот здесь За каждым шагом надо следить Все может Блин Все может Тебя убить Теперь нужно как-то Проникнуть Назад Блин, напугал Так, нужно убрать капкан Отсюда Нафиг Надо делать Уже, если честно Я должен Сядь синие ключи До ломика добраться Я не могу это сделать Некоторые Опа Ой, ой-ой-ой Но у нас тут найдет, скорее всего Да, найдет Отвлекать нужно его как-то Блин, дурацкие Да и ты Здесь Также Добавлено Два новых Страха Сайт Ну, прыгал Блин Попал вроде Один из них Это супермаркет Который нам Надо Проникнуть Как раз-таки Блин, я бы Проник бы Уже Если бы не упал Там Нужно Как-то Допрыгнуть О, получилось Берем Магнит Берем Ключ Так, чтобы больше прыгать Не пришлось Сделаем так Здесь По-прежнему Пустая комната Ничего в ней нет Но Зато Теперь Здесь Поправили Недоделку Вот с этой дверью В Альфе 4 Она никак Не открывалась Там был пол Тут Ничего нам Можно не бояться Потому что Все Пойдет До тех пор Пока мы не Откроем Дверь Так Так Вот один из багов Вот здесь Это ломик Вот этот Можно подождать Пока он остынет Но Даже Когда он Остынет Главный герой Все равно Будет выпускать Из рук Кроме того У Вот этой Стенки Попала Текстура Она просто Стала Бирюзового Цвета Как и вот Здесь Кстати Не знаю Вообще Из-за чего Это все Эй А где Ломик Вообще Кто он Делся Да Видите Как вы видите Предметы Исчезают Куда-то Зачастую А вот он Ого Он сюда Улетел А это Мы подтолкнули Его туда Ого Он Куда Аж Улетел Ну это Полезно Достаточно Так вот Хотелось бы Добраться До ключ Карты Да Выключить Ее Чтобы Продемонстрировать Как откроется Дверь Я постараюсь Это сделать Конечно Но Это будет Непросто И то У нас Только Получится Это Если Лом Как-то Сработает Он Довольно Редком Случай Срабатывает Да Еще И с лифтом С этим Беда Тоже Вот здесь Находится Один из Кошмаров Один из Двух Это Супермаркет Но он Тут Очень Сильно Недоделанный Проходить Его Очень Трудно Мне Не удалось Кстати Это Ни разу Сделать В этой Версии Да Меня Убило Ничто Ничто Меня Убило Ничего Прям вот Ничего Не было Аааа Нет 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 Но здесь Сложно Определить Противников Потому что Они Не светятся И не Издают Зуков Никогда Никогда Не знаешь Когда за тобой Погонятся Или еще Что Вот Они За мной Продолжают Гнаться И я Просто Бегу От них И все Но этот Страх Должен Дать Нам Способность А Нет Я Проходил Страх В этой Версии Но Что-то Никакую Способность Я там Не заметил А выйти Можно Отсюда Вообще Да Можно Я Можем Взять Стул Как Так Я Открыл Эту Дверь Двери Закрываются Сами По себе Зашибись И как А Тут же Проход Есть Вниз Теперь Нам Надо Взять Зонтик Попробовать Залезть Вот Сюда Не верю Что я Это Могу Сделать Во-первых Почему Главный Герой Не Приседает На Стуле Можно Конечно Поставить Коробку И Стул На Нее Но Баги Как Вы Знаете Могут Нарушить Эту Дисциплину Дисциплину Упал Упал Зашибись Я Я Я Такое Чувствую Что Сосед Дет Тут Уже Ходит Но Сюда Кстати Попасть Может Благодаря Дырке Вот Этой Комнате Мешается Очень Сильно Это Невероятно Мешается Давай Залезай Ж Ты Е Мое Вот Ладно Давайте Еще Одну Коробку Положим Может Даже Две Сложно Сложно Это Реально Вот Теперь Может Получится Залезть Залезай Быстрее Отлично Отлично Наконец-то Мы можем Дорогу Запустить Поедем Вслед За Вагонеткой Ой За Ну За трамвайчиком Как угодно Называйте Нам надо Попасть Вот Сюда Здесь По-прежнему Нету Текстуры Так Ну и Вроде Все Вот Там Где-то Находится Второй Страх Может Я Второй Пытаюсь Показать Потому Что Там Сложно Туда Попасть Надо Чит Чит Наверное Врубить Он для Бета Второй Подходит Так Вроде Я Обезвредил И Лом Где-то Тут Валяется Вот Да Видите Он его Все равно Выпускает Из рук И я Не знаю Чем Не Делать Чем Не Делать Он Он Вылетает Из рук Все равно И Как Так Он Еще И В Дороге Застрял Как Справить Это Надо Как-то Надо Наверное Донести До Дома Его Как-то Но Я Не знаю Как Я Смог Это Сделать Я Уже Даже Его Не Вижу Вот Он Надо Донести Его До Дома И Остудить Вот Надо Было Забрать Тот Магнит Наверное Самим С собой Толкаю Его Чтобы Он Чтобы Хоть Как-то Он И И И И И И Ворона Здесь Почему-то Ладно Неважно Не Получится Так Не Получится Карта Разморозилась Ну Вот Ломик Мы Не Найдем Уже Походу Он Куда-то Улетел Очень Далеко Походу Я Его Не Вижу Нигде Но Неважно Если Короче Если Открыть Дверь В Подвал То Может Произойти Такое Что Доска Вот Эта Верхняя Войдет В ту щель И дверь Не получится Открыть После Этого Такой Вот Бак Ну А Если Получится Открыть В рядком Случа Такое Бывает Мы Туда Зайдем Нас Выкинет Просто Назад Сюда Пойдет Загрузка Но Мы Окажемся Опять Возле Двери В подвал Как будто Мы Не Заходили Туда Также Вон там На подъемнике Дверь Дверь Которая Ведет Страх С темнотой С кладовкой Туда Очень сложно Пробраться Из-за бага Туда Можно Пробраться Кое-как Но Если Ты Сделаешь Там Просто Будет Вид Там Будет Видно Кусок Кладовки И Там Нельзя Будет Ходить И Ничего Нельзя Будет Делать Ладно Давайте Мы Изучили Первую Бету Давайте Посмотрим На вторую Посмотрим Что же В ней Изменилось Чик-чик Ну Не Сказать Что Че-то Тут Прям Сильно Поменялось По Прежде Ему Нету Замочных Скважин Но Появилось Изменение Вот Здесь Вот Здесь Видно Как Главный Герой Просыпается В первой Бете На диване Вообще Никого Не Бло Следующий Отличия Вы Сейчас Увидите Изменился Стиль Шрифта Теперь Он Вот Такой Вот Исковерканный Стал Фирменный Шрифт Hello Neighbor Русский Язык Никуда Не Делся Давайте Его Поставим Возьмем Давайте Письмо Посмотрим Как Будет Выглядеть Шрифт На Стене Такой Выключатель Двойной Но С ним Нельзя Взаимодействовать Так Здесь Почему А Здесь Положите Ключ В Ч В Дом А Здесь Вообще Буквы Немного Недоделаны Давайте Английский Язык Поставим Во Вот Теперь Нормально Шрифт Тоже Такой Стал Но Ей Добавилась Кнопка Пропустить Туториал Давайте Ей Воспользуемся Потому Что Там Вроде Ничего Не Поменялось Дальше Вот Мы Оказываемся Здесь Сразу Следующее Отличие То Что В Автомобиле Соседа Появилась Дверь Багажника И боковые Двери Как Трэн Анимации Были Доработаны Ну И Пишут Что Была Исправлена Ровно Половина Багов Игры Каких Именно Багов Не знаю И У меня Здесь Работает Этот Трейнер Давайте Его Запустим Включаем Режим Госта Чтобы Пролазить Текстуры Вот Эта Вот Постройка Кстати Есть Непонятная Давайте Заклянем Вот В это Место Здесь Должна Быть Одна Из Сценок Здесь Секретная Сценка Проходит Сосед Уже Бегает Ищет Нас Не занимается Своими делами А ищет Нас Короче Вот Эта Локация На которой Мы Сейчас Летали Она Запускается Она Действует В Одной Секретной Катсцене Но Надо Вырастить На дереве Золотой Плако И Сунуть Его В Граммофон Который Находится Вот Здесь Пошел Нафиг Сосед Ты Меня Тут Не Поймаешь Теперь У нас Есть Возможность Попасть Во Второй Страх Можно Кстати Залететь Еще Вот Сюда Посмотреть Что Внутри Раз У нас Чит Есть Чумбы И Нет Здесь Находится Объект Который Не Имеет Текстуру То Есть Вообще Никакую Текстуру Вот Такой Значок Здесь Короче Этот Второй Кошмар Находится В Этой Комнате Где-то Сейчас Я найду Способ О Тут Дверь Посмотрите На Очевидно Недоделанное Вот Сюда Как Там Можно Проникнуть Но Я Не Понял Как Давайте В Режим Волков Рубаем И Здесь Вот За Этой Дверью Начинается Следующий Страх Этот Страх Должен Нам Дать Возможность Бросать Предметы С Большой Скоростью Все Что Надо Делать Это Бросать Мяч Вон Туда И Передвигаться Таким Способом Нудно И Скучно Как По Мне Если Честно В Бете Третий Этот Страх Был Удален Потому Что Не Имеет Никакого Отношения К Сюжету Где Мяч Вот Он Кстати Вот Эти Полосы Это Недоделка Все Так Нам Туда Надо Да Первый Бет Этот Страх Тоже Был И Не Все Манекены Кстати К нам Подходят Да 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 Че Сейчас Подожди Я Проблема В том Что Эти Манекены Мне Заблокировали Дорогу Как Не Дальше Как Быть Дальше Ты А Вот Все Теперь Я Выбрался Отсюда А Куда Нам Надо Нам Туда Я Запутался Уже В какую Сторону Ну Вроде Туда Если Я Ошибся То Будет Плохо Конечно Э Где Мяч Игра Легкая Но Мини Игра Это Легкая Но Очень Скучная И Недоделанная Мне Ой Опять Дорогу Заблокировали Ну Да Вроде Нам Туда Надо Ух Это Нудно И Скучно Просто Невозможно Невыносимо А И Куда Теперь Туда Что-то Мяч Туда Мяч Не Летит Может Быть Назад Отбросить А Мяч Никуда Не Летит Даже Туда Неведь Так А чего Делать Я Не Могу Попасть Туда И Меню Не Работает Походу Придется Перезапускать Игру Чик Чик В Альфре 4 Кстати Да Продолжаем В Альфре 4 Если Подойти Если Зайти Залететь В Эту Дверь Там Тоже Пойдет Загрузка Но Нас Никуда Ни Принесет Последнее Что я Вам Хотел Показать Это Подвал Вот Здесь Если Здесь Его Можно Уже Открыть Но Если Мы Сюда Зайдем Тут Никакой Загрузки Даже Не Будет Вообще Ничего Если В первой Бете Была Загрузка То Здесь Ничего Нет Ну И Напоследок Пора Показать Кошмар Темноты Перед Этим Надо Взять Ключ Красный Я Совсем Про него Забыл Вот Он Тут Лежит И Вот Сюда Залетаем Вот Сюда И Вот Так Открываем Дверь И Как Вы Видите Мы Не Можем Туда Протиснуться О Я Присел И Смог Протиснуться И Мы Видим Вот Это Работает Менюшка Конечно Но Вот Мы Видим Кусок Низа Что Там Текстуры Нет И Кусок Кладовки Видно Вот Эти Глаза Ну И Пол Там Видно Слева И Собственно Говоря Страх Этот Не Проходится Первый Бете Было То Демонстрировали На Иксбокс One На Презентации Этот На Презентации Холлун Нейбор Там Какой-то Е3 Показывали Эту Бету На Иксбокс One Геймплей Был Но На Иксбокс One Она Не Выходила Официально Ну И Там Никаких Новых Страхов Показано Не Было Еще Един Еще Кое Что Я заметил Как раз Показывали В том Видео Skip Tutorial Нажимаем Облегчающая Вещь Но Очень Печально Что Она Существует Да Он У нас А Ладно Надо было Тренером Надо было Полетом Туда Влетать Я Почему Не Работ А Вот Теперь Работ Короче Вот Эта Дверь Открывается Ее Ее Даже Не Надо Открывать Замком Да Я Сюда Зашел И Причем Еще И 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 Краш Ладно Короче Давайте На этом Закончим Такие Вот Две Корявенькие Беты Были Всем Спасибо За Просмотр С вас За Смей Обечный Видос Подписывайтесь На Стримовский Канал Сподел В Контакте Всем Пока